Ай да молодцы! Мужчины стали уделять должное внимание уходу за собой. Одни выбирают традиционные парикмахерские услуги, другие холят и лелеют бороду. Пару лет назад с появлением всей этой эры барбершопов сначала людям было дико причесаться банально. Сейчас причесаться с пробором, с трешкой, что-то аккуратное, стильное. Не обязательно прямо перезванные с трешкой, очень много других вариантов. Стали следить бороды, стали следить. То есть если раньше борода это было такое вот что-то, это был признак батюшки или там бомжа, не знаю. Сейчас это нормальное явление, люди приходят стрибут бороды. А вот других традиционными процедурами уже не удивить. Мужчины идут на эксперименты. Например, черная маска, которая всерьез полюбилась девушкам, теперь с уверенностью завоевывает мужские сердца. Вот только если мы чистим поры самостоятельно, то мальчики прибегают к услугам профессионалов. Черная маска тоже довольно-таки виртуальная услуга. Делают ее не так часто, потому что все равно постепенно еще только люди приходят, мужчины приходят, потому что и кожа лица должна быть в порядке. Но делают. Помогает она избавиться от черных точек, лицо более чистое становится. Какие-то мелкие волоски тоже помогают она удалить. То есть мелкий пушок, который белый остается, он тоже немножко уходит. Полочку ванной лучше пополнить и коллекцией средств после бритья. Они успокоят и смягчат кожу после воздействия острых лезвий. Скраб избавит от умертвевших клеток и придаст мягкость коже. Вы скажете, черной маской Бэтмена и чистыми порами вас не удивить? То стоит познакомиться с дущещипательным воском. Нет, речь пойдет не о мужских руках или ногах. Боремся с ненужной растительностью в других местах. Предупреждаем, придется пустить скупую мужскую слезу. Всем известно, что у мужчин на ушах волосы, на носу волосы растут очень обильно, в большей части, и кому-то это прям очень мешает, когда полются триммерами. Но триммер все равно оставляет некую щетину, которая видна, и она отрастает жестко, и хуже растет, то есть сильнее все это отрастает. А воск помогает удалить волосы и где-то недели на четыре забыть об этом вообще. Опять же, многие спрашивают о том, что волосы в носу это фильтр. Фильтр остается, то есть удаляются крайние волосы, которые выглядывают. Внутри волосы, которые есть, они остаются. Было в первый раз неприятно, не сильно. Не, ну терпеть можно? Нормально. На самом деле классно. Все они такие новые грибы. С помощью воска можно убрать и пушок на межбровье. Благодаря таким нехитрым услугам лицо засияет, и это отметят не только дамы. В данный момент красивая кожа на коже лица мужчины – это признак его, наверное, состоятельности. Состоятельность не в финансовом плане, а состоятельность как человека. То есть человек понимает, что все-таки он живет в современном обществе, и он должен понимать, что его лицо – это первое представление о нем. Чтобы статус был на уровне, не забываем ухаживать за руками. Можно записаться на простой обрезной маникюр. Показывать руки мастеру стоит раз в две недели. Но помните, красивая обложка – это здорово, но содержание важнее. Девушки любят мужчин не за внешний вид, а за поступки. Поэтому действуйте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова